Власть перешла в руки сына, и теперь мы видим, что он возращивает своих сыновей, и они уже в роли каких-то принцев, они уже не успели вырасти, еще совершеннолетия не достигли, но уже они какие-то инспекции проводят, их сразу обучают государственному управлению, готовят преемников. То есть вот эта вот модель, она чисто такая прокремлевская, для нас она чужда, у нас ничего подобного никогда не происходило. Салам, у тюрков и монголов были правящие рода. В Чечне существует ли такая традиция, когда один тейп или род имеет больше привилегий над другими? Нет, у нас никогда не было подобного, это наоборот считалось очень недостойным в нашем народе, то есть никогда не было сословий высших, низших и так далее, и никогда у нас не было рабовладельческого, какого-то феодального строя. То есть в этом смысле мы отличались, наверное, наше общество, оно отличалось даже от других обществ на Кавказе, потому что даже на Кавказе непосредственно вблизи с нами были феодальные общества, в которых существовали сословия, а мы как-то наоборот обособились и свою модель противопоставляли вот этому, понимаете, то есть внутри даже на такой небольшой территории и непростой, да, с географической точки зрения территории. Даже у нас внутри была вот такая своеобразная, какое-то своеобразное противостояние модели. Это не значит, что мы никогда друг с другом не воевали, ничего подобного не было, но вот это вот противопоставление модели, как бы спор, знаете, типа, что типа круче, что лучше, это всегда было. И во многом у людей был выбор, то есть ведь раньше до того, как появилась вот эта вот тема национализации, как нации, такое понятие, да, этноса в нации, до того, как это все появилось, народы во время формирования народов, это как раз и был выбор для того или иного человека, там, семьи или общества, какую модель жизни, там, устройство, общество, какая модель для него ближе. И была возможность вот такой вот миграции на Кавказе, ну, внутри такой кавказской миграции, когда люди переселялись, потом там же ассимилировались, брали все обычаи, традиции, язык на себя переменимали, то есть вот так и формировались, в итоге так и сформировались эти народы, кавказские народы. Ну, я так думаю, это ни в коем случае, ни для споров, это не утверждение, но это мое мнение, я думаю, что так это происходило. Поэтому у нас, нет, никогда такого не было, и то, что сейчас у нас Кремль установил вот эту вот модель непонятную, когда одна семья, по сути, какую-то квазимонархию у нас установили, давайте назовем вещи своими именами, есть отец, который, ну, не передал, но погибнув, как бы, эта власть перешла в руки сына, ну, Кремль ее передал, да, и теперь мы видим, что там он возращивает своих сыновей, и они уже какой-то, в роли каких-то принцев, они уже там какие-то, не успели вырасти, еще совершеннолетия не достигли, но уже они что-то какие-то инспекции проводят, то есть их сразу обучают, типа, государственному управлению, то есть готовят, типа, преемников. То есть вот эта вот модель, она чисто такая прокремлевская, она, для нас она чужда, у нас ничего подобного никогда не происходило, что, наоборот, общество в целом это как-то отторгало. У нас даже никогда не было некого такого избираемого правителя, то есть даже такого у нас не было. Общество было, это вольное общество такое, знаете, имеющее какой-то коллективный орган управления, то есть не какой-то единый человек у нас управлял, а всегда был это коллегиальный такой орган, куда входили авторитетные люди, и они управляли обществом. В разные периоды были какие-то моменты, как, допустим, имама, там, имам Шамиль, это то время, когда исламская, то есть ислам проникает на нашу территорию, люди начинают переформатировать свою привычную для себя модель жизни, начинают ее как-то выстраивать в рамках религии, и вот здесь вот происходят такие моменты, как имам Шамиль, потом что-то попытка, да, какой-то такой квазимонархии была и при имаме Шамиле, но она как бы не прошла, и все, после этого ничего подобного у нас больше не происходило. Вот сейчас при Кадырове Кремль решил почему-то внедрить у нас именно эту схему, но она сама по себе, она не жизнеспособна, я так думаю, потому что народ в своем абсолютном большинстве противится этому, для нас это как-то чуждая такая, знаете, как будто бы инородный какой-то орган, инородное тело, которое в тебя внедрили, и организм его не принимает, вот это приблизительно такая же тема, для нас это чуждо. Другое дело, что любому народу можно что-то, да, навязать ему, привить, то есть, возможно ли такое, что эти вещи когда-то могут стать, да, при определенных условиях могут стать обыденностью, ну, я не знаю, не буду я, наверное, забегать вперед, судить, потому что разные вещи происходили в истории у разных народов, но я считаю, что, по крайней мере, на данном этапе мы точно этому противимся, и мы должны делать все возможное, чтобы это не стало для нас нормой, то есть, воспитание подрастающих поколений, они должны проходить как раз в духе, как прививки, знаете, им нужно показывать то, что сегодня там происходит, и говорить, что вот видишь, как бывает, когда власть отдается в руки какой-то отдельной семьи, отдельного там рода или какого-то тейпа, племени, ни в коем случае это не наша модель, мы не имеем против этой модели ничего там, где она как бы испокон веков исторически действует, и для них это нормально, то есть, скажем, арабские страны, там, где присутствует эта монархия, те же страны Западной Европы, Британия, это же Швеция, Норвегия, здесь везде монархии, да, здесь везде есть там эти династии, они передают эту власть, где-то здесь, в западных странах, это скорее такая представительная власть, в арабских странах это реальная вполне власть, но тем не менее, это власть, и я не имею против этого ничего там, где это работает, и для них это нормально, но для нас это ненормально, я считаю, что в своей основе, я считаю, это неправильно, то, что кто-то по, просто по своему происхождению, рождению, там, имеет больше прав, чем кто-то другой на то, чтобы претендовать на власть, это в своей основе, это уже какая-то несправедливость, поэтому для нас, я считаю, это абсолютно неприемлемая модель, мы должны этому всячески противодействовать, и любое проявление под любым соусом, попытаются это под соусом ислама нам подсунуть, под каким-то соусом историческим, там, нашим, и что бы они ни делали, это нужно отсекать, для нас это, я считаю, неприемлемо. Салам алейкум, можешь пояснить, что хотел создать имам Шамиль в Чечне, какую монархию, поясни, да? Ну, алейкум асалам, я имел в виду, что имам Шамиль, он же сделал тоже своим наследником престола, так скажем, он сделал своего сына, и после, ну, смерти имама Шамиля, или там, как-то иначе, если бы он оставил имамство, оно должно было перейти к его сыну, это было определено как раз вот на съезды, или как это называлось, то, что они провели на территории республики, на территории Чечни, они это провели, по-моему, в Курчуловском районе, или даже где-то в Курчуловском, конечно, районе. Там было определено, что, типа, власть, она перейдет по наследству к сыну имама Шамиля. И разные есть рассуждения на эту тему, что на тот момент это было вот оптимальное решение, так как там из-за разных народов, входивших тогда в имамат, чтобы не было фитны, там не было спора и так далее, разные есть на эту тему, но какие бы мы там рассуждения ни делали, сама модель стала монархической. То есть имамат в этот момент превратился в такую монархию, ну, шел, по крайней мере, по дороге к превращению в монархию. Это, этого, конечно, не произошло, имамат рухнул, имам Шамиль сдался, его сын, который должен был как раз стать наследником, он, по-моему, перебрался в Турцию до этого или после этого, не помню. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»